Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Вы находитесь на канале с точно таким же названием В общем, недавно я посетил такую страну как Латвия Конкретно город Рига Рядом с ним есть город Скрунда Потом возле него, вернее был когда-то заброшенный старый военный городок Скрунда-1 Собственно, туда я и отправился Короче, там меня ждал небольшой фейл Оказалось, что надо было просто на Википедии до самого конца дочитать Там сейчас находится военная база Я как бы туда немножко зашел, посмотрел Понял, что как бы дело пахнет керосином И нужно делать оттуда ноги Сверхинтересного там ничего не было Военная база там еще полноценно не расстроилась Меня не заметили Я, короче, честно не знаю, что с этим материалом делать В общем, я, когда был в Латвии, я расстроился Думал, что, ну как бы все, поездка напрасно Время потрачено напрасно И что делать Ну и, короче, в последний день я все-таки Нашел одну интересную, классную заброшку Это старая заброшенная школа Или садик, правильнее даже сказать Потому что еще когда-то при Советском Союзе Один большой завод с Латвией Построил садик детский Для детей своих работников Потом что-то, короче, там Латвия огласила вроде бы Как независимость Что-то там произошло с этим садиком И его отдали частной школе Какой-то в аренду на 10 лет с правом выкупа Потом вот эта частная школа Хотели выкупить вот эту территорию Спустя 10 лет уже На тот момент, если не ошибаюсь За 2 миллиона 900 тысяч местных Короче, тех денег, которые там были Сейчас там евро ходят Но, короче, там Кто-то с руководства того завода Создали какую-то леваковую фирму Продали той фирме за 100 тысяч местных денег И запросили уже 3,5 миллиона В общем, школа сказала Идите вы, ребята, в задницу Мы больше не будем ни арендовать Ни покупать, нифига В общем, с того времени Это место стоит заброшенное Вернее сказать, с 2006 года Школа сама находится в частном секторе Я бы сказал, это, наверное, элитный такой райончик Потому что там такие Мажорные дома были За счет того, что слева-справа были соседи Достаточно, я понимаю, люди не бедные Наверное, если бы увидели, что кто-то лазит по заборам Скорее всего, вызвали бы полицию Потому что подумали бы, что какие-то воры Короче, с горем напополам Мне удалось найти эту заброшку Потому что я сперва нашел ее фотографии в интернете Ребята, которые делали эти фотографии Конечно же, мне адрес не слили Но я все-таки сам нашел И я туда отправился Кстати, ребят, если вы хотите с вот этой военной базы посмотреть видео Оно будет по ссылочке в описании Там мой телеграм-канал Я его туда загружу Ну, как бы там сверхинтересного ничего нету Ну, просто покажу, какие вот бывают фейлы Что ты едешь хрен знает куда, чтобы снять видео А тебя ждет такой сюрприз Ну, на самом деле, да Вина полностью моя Я плохо подготовился После просмотра этого видосика, ребят Не забудьте перейти в телеграм В телеграме Там можете посмотреть видео Как я заходил на вот эту военную базу Походил там совсем чуть-чуть И ушел оттуда Ох, ребята Я залез, вроде не спалился Я нахожусь на территории И сейчас, короче, нужно найти Какой-то залаз Внутри школы Какое-то разбитое окно Открытую дверь Или еще что-то В этом дворике, судя по всему Залаза никакого нету Здесь у меня за спиной уже жилые дома какие-то Надеюсь, меня никто сейчас не спалит И полицию на меня не вызовет Не могу, в общем, ребята Я найти залаз Не хочется делать новый Потому как я в другой стране Нарушать закон это плохо Поэтому сейчас, наверное, я попытаюсь выбраться На крышу Если у меня это, конечно, получится И попробую через крышу уже Найти залаз внутрь Как я буду вылазить со школы Понять У, ребята Я внутри Не могу сказать, что это было легко Я думаю, видно, какой я мокрый Что это было нелегко Короче, заходим В ближайшую комнату Так Здесь у нас, я так понимаю, был мини-спортзал На вот этих маленьких студиях Когда-то сидели детки маленькие А потом уже маленькие школьники Очень странно, кстати, что Помещение раньше было садиком А потом стало школой Здесь, короче, пианино еще стоит Я уверен, что оно, наверное, работает Громко играть не буду Чтоб меня не спалили Короче Потратил много времени Чтоб сюда Забраться Поэтому Сейчас по фасту Обойдем Быстренько Вот эту заброшку Сколько мне известно Она в очень хорошем состоянии Здесь у нас такой удал лежит Куча-куча детских каких-то Штукчик-дрючек Вот такие штуки По которым учили Когда-то детей считать Так Здесь что у нас Здесь какие-то фотографии Я помню, мы еще такие штуки Когда-то Сами в первых классах Делали Нам учительница задавала Домашнее задание Типа Кто красивее нарисует От руки Либо аппликацию сделает Тому будет оценка И мне мама всегда делала И мне всегда ставили Хорошую оценку С этого предмета Вот так Здесь у нас, я так понимаю Была столовая Оу Лестница на второй этаж Давайте не будем спешить На второй этаж подниматься Потому как мы еще до конца Первый не исследовали Ну, в принципе, можно сказать Что исследовали Кстати, смотрите Чуть выше колена Умывальник И здесь, походу, детки Вешали свои полотенечка И запоминали, кстати Шкафчик не по номеру А как в детстве было Я уже забыл даже, как это было Здесь, кстати, еще даже ключи ставили Что-то не поворачивается Ну ладно Так, что у нас тут Здесь у нас были туалеты Не вижу смысла открывать женский Так Эта дверь закрыта Я думаю, ломать ее не будем Не будем делать лишнего шума Привлекать Дополнительное внимание Потому что я так нашумел Пока залазил сюда А вот, смотрите Так стоят в ряд куклы Только не больше на каких-то Проституток Похоже, нежели кукол Так, ну здесь уже реально Походу была кухня Давайте посмотрим Что у нас лежит в этих Холодильниках Ничего у нас, понятное дело Здесь не лежит Но мы их почему-то открываем Как же так Вот есть дверь и не открыть ее, правда Да, ну это такая Полноценная, можно сказать Еще советская столовая Хотя функционировала она До 2006 года А здесь, походу Был прием пищи А вот, походу Вот эта закрытая дверь Которую я не мог открыть Она бы привела нас в эту комнату Ну что, ребята Это крыло мы закончили исследовать Давайте через такой вот Коридор Между первым и вторым крылом Пройдем в соседний корпус И посмотрим, что же там Насколько понимаю Здесь, наверное, был какой-то Актовый зал Здесь такая вот Небольшая, типа, сцена для денег С той стороны поросло все такой зеленой штукой Очень красиво с улицы смотрится Я прежде чем залез в это здание Мне пришлось два круга полных Сделать Потому что думал через крышу залазить Но через крышу залазить Не было смысла Потому как я видел, что На крыше все окна целые были Ну и понятно, что я бы никуда Не попал бы Так, насколько это я понимаю Подготовка к школе Наверное, какой-то метод кабинет был Детская безопасность Так, никаких документов по чтению осталось Осталась какая-то Писюлька Я так понимаю, это латышский язык Меня он не знаком Это что у нас? Это у нас был какой-то журнал Кстати, да, смотрите, ребят 2005-2006 год Здесь у нас очень много чего лежит Это что такое? Непонятное что-то Я так понимаю Очки вот такие По размеру могу сказать Что-то на маленького ребенка точно рассчитано Судя по тому, что здесь находится И еще есть вот такая штука Что просто мерять Я могу предположить Здесь был медпункт Или что-то типа того Какую-то помощь оказывали Помощь оказывали детям Кстати, вот смотрите У нас тут такая папка Рига 2001 год Урок Сообщение новых знаний Короче, какая-то штука С 2001 года Еще лежит тут Мы ее читать не будем Оставим ее на месте Так, справочник Видаль Лекарственные препараты в России Это что у нас такое? Похоже на какую-то типа грелку Типа шо, непонятное такое Ребят, кто в курсе Напишите в комментарии Что это за штука И для чего она Предназначена И что вот это такое? Пока что, наверное Самый-самый целый Такой кабинет Это был вот этот Оставим его нетронутым Я так понимаю Первый этаж второго корпуса Мы уже исследовали Так что Можем подниматься Этажом выше Детские шкафчики Прямо такое ощущение Как будто к себе в садик попал Хотя туда неделю всего лишь ходил Я так понимаю Здесь Можно что-то написать Напишу Не люблю обычно Такие штуки Где от меня там мел На доске Я думаю Что ничего плохого Не случится Вообще расскажу Как я планировал Попасть через крышу наверх В общем Я подумал По углу вот этой стенки Каким-то образом Залезть туда наверх И сверху через окно попасть Но проблема в том Что окна все там закрылены И как-то Распиливать окно Не хотелось Забитая гвоздями дверь Ну и уже Кто-то до меня вскрыл У меня в школе Таких диванов не было Я думаю Сейчас, наверное В Украине Может я конечно ошибаюсь Но кто-то был бы не против В классе иметь такой диван На переменках там Можно было потусить Так Здесь что у нас А здесь у нас заперто Так бы мы могли Сюда перейти В соседнее крыло Вот такая вот колонка осталась Я не удивлюсь Здесь еще работает И хорошо, что ее еще Никто не спер Потому как Это место Если я не ошибаюсь Оно не очень забаяниное Я нашел фотографии Этого места У одних ребят Из Латвии Они там типа сталкеры Типа руферы Типа еще что-то И короче Я начал гухлить Ничего не мог найти Пишу им Что типа так и так Там ребят Подскажите координаты Я вообще Как бы сюда ехал Для того, чтобы залезть На другой объект Но там Борода получилась Я решил Ну, чтобы Короче, время И деньги на поездку Хотя бы не пропадали Хотя бы В какое-то другое место Заеду сниму Что-то Пока есть время Но они сказали Типа мы не палим Место Бла-бла-бла Короче, я нашел это место Это было сложно Ну, короче Палить я его не буду И ребята молодцы Что не палят Потому как Если начать палить Такие места А то здесь Вот эти Как в Украине Говорятся Подручники За алгебры Их уже тут не будет Да, я так понимаю Такой там математический класс Потому как Много учебников с алгеброй Несколько С физики Вон, математика какая-то Вот, кстати, фотография Каких-то детишек Я так понимаю Они здесь когда-то учились Может, вы кого-то из них узнаете Передавайте им привет Скажите, что я посетил их класс Так Фу А здесь Ой, запах такой Не очень приятный, ребята Я, наверное, футболку натянул На всякий случай Потому что вдруг Кто-то разбил какую-то Плохую здесь кислоту Ее нельзя дышать Тоже запах тут мерзкий Так Органические соединения Металлы Кислоты Вон, какие-то Нитраты Соли Хлориды Пинцеты даже есть В общем Не буду в этом месте задерживаться Потому как Еще Фу Надышусь какой-то гадости Давайте Закроем этот кабинет И пойдем дальше Второй этаж Мы тоже уже исследовали Но исследовали только это крыло Сейчас нам нужно попасть в то крыло И, может быть, как-то попытаемся попасть вон туда на крышу наверх Хотя с крыши, наверное, будет очень палевно И меня тут увидят Потому что здесь Ну, короче, я не буду говорить какие-то вам ориентиры Чтобы вы не догадывались Где это место Но кто знает Тот понимает, что если я залезу на крышу Я могу спалиться Все Пока я этому классу Вот, кстати, моя надпись Трейсер 2К19 И если вы, ребята, будете здесь Пишите там свой инстаграм Фоткайтесь И отмечайте меня тоже в инстаграме Удивительно, как так получается, ребята Здесь стоят Я так понимаю Ненастоящие грибы Но в этом классе Воняет грибами Все, ребята Идемте уже посещать Наконец-то Второе крыло Второго этажа И пора мне, наверное, уже отсюда валить Потому как Если меня еще сегодня поймает полиция То, блин Могу не успеть На автобус домой Здесь уже шкафчики подписаны Катя, Владик Владик Я так понимаю Это уже дети не с садика были А со школы Мне интересно было Быть посмотреть Фу Здесь Очень грибком воняет Очень в печальном состоянии Здание Не то, чтобы я такой Там, это знаете Типа Не то, чтобы я такой Брезгливый Но реально Очень воняет Надо выглядеть отсюда Со стороны здания Выглядит в очень хорошем состоянии Но Вот этот запах Говорит Об обратном Что здесь Для реставрации Нужны реально Очень-очень большие деньги Здесь какой-то зал Здесь такой класс Красивый какой-то был Под ногами Такой вот коврик Давайте его чуть-чуть Раскрутим До конца Не будем раскручивать Вообще я заметил Много красивых классов Здесь Ничего удивительного Потому как Школа здесь была частная Возможно Когда садик здесь был Было все по бедове Потому как Сама школа здесь Пробыла аж 10 лет 10 лет Это немало Вообще они тут наверное Думали корни пустить Просто такая вот Жадная афера вышла С этой школой И пропадает Возможно Если бы здесь школа была Они бы как-то следили Все-таки за состоянием И до такого Все не опустилось Функционировала бы себе Школа Вау А здесь просто у нас Ребята Офигеть Что мы видим Наверное в 2006 году Считались Крутыми Эти компьютеры Ну а потом их просто Вот так оставили Я не удивлюсь Кстати если они еще Рабочие до сих пор Видно что тут Какой-то грибок На стенах Даже в Чернобыле Ребята В домах Внутри так не воняет Возможно из-за того Что окон нету Поэтому там так не воняет Но здесь просто Какой-то ад Конкретно в этой комнате Еще терпимо А вот кстати уже Ребята Чья-то частная территория За окошком Решил еще прогуляться На первом этаже По комнаткам Потому как Думаю может Что-то еще интересное Найду И нашел такой вот Совсем маленький кабинетик С таким узким проходом И тут лежит такая печать Не знаю что тут написано Потому как это Латышский походу Печать эту еще можно ставить Но она походу Уже нет действительно Чей-то кошелек Само собой В нем пусто В этом тоже Шекель забрали все И вот еще ребята Напоследок зашел Наверное в последнюю комнату Написано было на двери Музыкальный кабинет Легендарная пианино Рига Больше ничего другого Не умею играть Еще когда-то кузнечка Умел играть В общем как-то так Будем наверное ребята Уже отсюда уходить Потому как Очень-очень много времени Потерял Во время залаза Сюда Назад ребята Я решил Негти немножко проще путь Мы просто сделаем Вот так вот Сделаем Вот так вот И закроем Нажать Типа ничего не было Ну вроде почти закрыто Осталось ребята Последнее Это покинуть территорию Выбраться в город Остаться незамеченным Хотя в принципе Если меня сейчас на вылазе заметят Я могу просто начать убегать Если это конечно не полиция будет